Для жителей Латвии и зарубежных любителей оздоровительного отдыха слова «юрмала» и «курорт» давно стали синонимами. На протяжении 200 лет «юрмала» была образцовым оздоровительным курортом с уникальным географическим расположением, который по сей день располагает лечебными грязями и минеральными водами. Ее насыщенный хвойный воздух, море, природные ресурсы всегда привлекали местных и зарубежных гостей. Однако, если в летний сезон «юрмала» не испытывает нехватки туристов, в остальное время года город пустует. «Юрмала» летом всегда была, есть и будет заполнена. Рекламируй, не рекламируй, но приходит осень, и приходит зима. И чем тогда заниматься? Примерно, это небольшой процент, который составляют медицинские туристы. Это, как правило, где-то 3%. Вообще, в любом, действительно. Но не надо забыть то, что они оставляют больше всего денег. Да, то есть, отставленные им деньги – это самое большое количество. И также они приезжают сюда, когда погода, когда не погода, так скажем. И когда просто врач сказал, вам надо ехать, и они едут. То есть, это очень важные моменты и очень важные факторы, которые позволяют туристическому месту жить целый год. Почему, друзья, некая, самый лучший оздоровительный курорт в Прибалтике? Потому что правительство, самоправление, предприниматели сели за стол и решили, ну, не будет здесь жилые дома. Здесь будет курорт, и мы будем жить целый год. И здесь все время будут люди. По ценам на медицинские услуги, наш город-курорт гораздо привлекательнее немецких и швейцарских клиник. Решение проблемы сезонной посещаемости было одним из пунктов принятой Юрмальской думы в 2008 году концепции по развитию города как центра курортологии. Десятилетний план предусматривал увеличение потока туристов в местных лечебницах, строительство нового реабилитационного центра и рост оборота медицинской отрасли к 2018 году до 19 миллионов евро. Определенные усилия для реализации принятой концепции местное самоуправление предпринимает. В последние годы мы особенно тесно работаем с нашими коммерсантами, разрабатывали и рекламируем в наших стратегических рынках медицинский туризм. Это и флабология, это бариатрия, это пластическая хирургия, это практология, это лечение онкологических заболеваний, особенно висверотерапия, меланомы первой и второй стадии. Если мы говорим про наши соседние страны, мы тоже предлагаем роды в Юрмале. Это особенно пользуется спросом у наших соседних стран, как Россия, Украина, Белоруссия. Сегодня туристы, приехавшие за получение медицинских и оздоровительных услуг, составляют лишь 3% от общего потока приезжих. Но с финансовой точки зрения именно они приносят городу наибольший доход. Услуги ортопедов, онкологов, специалистов по реабилитации, гинекологов из-за сравнительно невысоких цен могли бы привлечь гораздо больше зарубежных туристов. Но даже тот факт, что в образцовом родильном отделении Булдурской больницы гражданам Украины рода оплачиваются из латвийского бюджета, не меняет низких показателей роддома по предоставлению своих услуг иностранцам. У нас примерно где-то 50 пациентов каждый год, которые приезжают специально к нам рожать. Это в основном Россия, Украина, Белоруссия. Есть, конечно, и из каких-то европейских стран, но это меньше. Больше к нам, конечно, приезжают такие постсоветские страны. Мы сами не ищем этих пациентов. Есть фирмы, которые сотрудничают, скорее всего, с Юрмальской думой. И, да, они иногда привозят из этих фирм. Но мне кажется, что по родам все-таки женщины сами больше ищут. Они сами полагаются на отзыв друзей, родных и сами ищут больше, где рожать, нежели этот вопрос отдает какой-то туристической фирме. Амбициозный план Юрмальской думы отражает оптимистическое видение ситуации, но не содержит главного – создание прочной основы для развития медицинской отрасли в городе-курорте. Основным условием осуществления этих благих намерений должно было стать объединение всех заинтересованных сторон и участников процесса – самоуправления, предпринимателей медицинской сферы и государства. Неудивительно, что концепция не работает. Если сейчас смотреть, тогда это, наверное, как мы все видим, не получилось. И я даже думаю, что это не половина, а даже меньше половины этого плана, которые сейчас работают. Если смотреть, тогда в Юрмале нет новых рехабилляционных центров. Работают те, которые работали. Они, конечно, хорошо работают, но это не то, что хотелось достичь. Если смотреть на медтуризм, что это понимаем глобально, как медтуризм, это не только курортология, и это не только то, что мы можем в Юрмале. В Юрмале есть городская больница, есть поликлиника. И это все должно работать как один большой центр, как система, вместе с государственными больницами, вместе с приватными больницами. И, как я это понимаю, должны были развить хорошее место, где работать врачам и где пациенты знали бы, что им будут очень хорошие и квалифицированные медицинские услуги. Для развития медицинского туризма в Юрмале не хватает конкретной стратегии. Попытка Юрмальской думы реализовать десятилетний план превратилась в звено бюрократической машины. Толчком к развитию может стать только сотрудничество частных инвесторов и юрмальского самоуправления. Но, согласно огорчающей статистике, львиная доля профессионалов в сфере медицины покидает страну, не дождавшись возможности открыть в Юрмале собственную клинику и применить свои навыки и энтузиазм. Пример успешной модели сотрудничества местных властей и частных инвесторов можно наблюдать у ближайших соседей в литовском Друскиненке, который в течение всего года принимает гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Десять лет назад мы не знали сами, что это Друскиненке, где это находится и что мы там можем ожидать. Сейчас многие из Латвы сами едут туда, не выбирают Юрмалу как примарное место для курортологии. И самое главное, что там все организовано. Там работают приватные инвесторы вместе с домом, вместе с государственными идеологиями. Они развивают весь регион и они работают в правильном направлении и хотят развить этот регион. И они позволяют инвесторам заходить туда и работать с прибылью. Они их поддерживают все время и им дают финансы на развитие, на рекламу. Делают кластеры, которые работают, конечно, уже и в Латвии, но финансиально там намного больше инвестиций. Если бы наш план Юрмала работал, тогда мы бы были в уровне Друскинника. Успех литовских соседей должен стать примером создания благоприятной среды для инвесторов в медицинскую отрасль. Именно самоуправление должно сделать совершенствование услуг в этом направлении своим приоритетом и создать все необходимые условия для развития медицины курорта. Пока Дума разрабатывает стратегические документы, участвует в выставках, принимает заурбежных журналистов и издает рекламные брошюры, сами юрмальчане выезжают на лечение в столицу или же пакуют чемоданы на отдых в Друскиннкяй. А квалифицированные медики закрывают клиники в Юрмале. В лучшем случае, чтобы развивать медицинский бизнес в столице, но чаще всего уезжают из Латвии. Если смотреть и спросить жителю Юрмала, вы пойдете на операцию в Юрмале или в Риге, все скажут вам, что мы пойдем больше в Ригу. И это означает, что этот план не работает уже с самого начала. Что в Юрмале нет хороших врачей, которые делали бы большие операции, которых бы знали во всем мире, не только в Юрмале, которые в Латвии у нас есть, но они как-то еще не работают в Юрмале. Огромный потенциал и во многих смыслах уникальность Юрмалы станет возможным использовать в полной мере, лишь изменив фундамент, на котором держится вся система координации развития приморского курорта. Редактор субтитров А.Семкин